Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня с вами я, Рустам Друфа, в программе «Человек и право». Попробуем ответить на ваши вопросы касательно гражданского семейного права. Мне стало известно, что брат продал родительский дом, хотя это уже наследник. С чего мне начать? Для начала, если вообще в целом вопрос касается имущества, вы можете обратиться в госрегистр за выдачей вам соответствующих справок. Справка о наличии и отсутствии арестов, в которой будет отражено, брались ли кредиты, имеются ли залоги, имеются ли запреты. В том числе будет указан собственник, кто на сегодняшний день является владельцем того или иного имущества. Также вы можете взять справку под названием «История прав», в которой будет прописана история данного дома, квартиры, вообще в целом недвижимости с момента самой первой регистрации его в госрегистре. Возможно, это 90-е, 80-е, 70-е или 2000-е годы. И будут указаны собственники, смена этих собственников. Например, был Иванов, стал Сидоров, после этого стал Алмамбетов, после этого стал Петров и так далее. И в том числе будет указано основание договора купли-продажи, мены, дарений, дата этого договора, номер этого договора и так далее. То есть таким образом вы сможете узнать, что касательно вашего брата, как он продал, на основании какого договора и кому он продал. И вообще в целом в действительности является ли он на сегодняшний день собственником или не является. Поэтому после того, как вы возьмете эти справки, убедитесь в том, что брат действительно продал, вы можете попросить как раз-таки этот договор. Если же в целом уже понимаете, что необходимо предпринимать срочные меры, обращайтесь к адвокату и можете обращаться в судебные органы. Если увидите, что действительно была доля этого имущества принадлежала вам, а каким-то образом без вашего согласия имущество было отчуждено. Кроме этого, помните, что кроме судебных органов в таких делах иногда присутствует необходимость обращения в правоохранительные органы. Если вдруг какие-то документы были сфальсифицированы, подделаны, например, была подделана ваша подпись на каком-то согласии, либо подделан техпаспорт, документ и так далее, то это уже дело по мошенничеству, по подделке документов и должно рассматриваться в правоохранительных органах. Судья уже шестой месяц не разводит меня с супругом, так как он не приходит на процессы. Куда мне жаловаться? В вашем случае необходимо обращаться с ходатайством о рассмотрении вашего спора без участия ответчика в заочном порядке. То есть, возможно, судья просто вам не подсказывает о том, что он может рассмотреть и без наличия, и присутствие вашего супруга на судебном процессе, но при наличии вашего открытого заявления о том, что вы хотите рассмотреть без его участия и согласно заочным решениям. Есть просто риски в части заочного решения, что в случае его вынесения оно может быть легко отменено, если супруг получит на руки решение и скажет, я не согласен, в течение пяти дней подаст заявление. Но если вам срочно и быстро, то пишите такое заявление, я думаю, суд удовлетворит ваше ходатайство и в любом случае рассмотрит без его участия. При этом, я думаю, не стоит винить суд, он, скорее всего, как раз таки и хочет, чтобы все было в очном порядке, лицо присутствовало на судебном процессе, чтобы были надлежащие повестки и надлежащее в целом слово лица на судебном процессе. Возможно, он, который будет говорить о необходимости сохранности семьи и так далее, потому что суды все-таки стоят на стороне сохранить семью. Поэтому не стоит обижаться, нужно лишь обратиться с заявлением, о котором я вам сказал. Боюсь, что должник уедет из страны, так как суд я явно выигрываю. Как мне предотвратить его побег? Учитывая, что вы говорите о наличии судебного процесса, вы подали иск о взыскании, то вы можете обратиться с ходатайством о запрете на выезд должнику. Но вы должны помнить, что суд просто так не наложит запрет на выезд, так как это ограничивает конституционное право на передвижение. Суд будет смотреть на тот момент, соразмерна ли сумма взыскания запрету на выезд. То есть, взыскиваете вы тысячу сомов или 20 тысяч сомов или 2 миллиона сомов. Ведь большая разница, за тысячу сомов встать запрет на выезд, я думаю, это будет немножко неправильно, несоразмерно. Кроме этого, суд будет обращать внимание, есть ли в наличии имущество у данного должника. Ходатайство ли вы о выдаче вам требования в госрегистр, в район ДРТС, например, о том, что есть ли такое-то имущество за должником. Если есть имущество, то почему бы не наложить запрет и арест на данное имущество, вместо того, чтобы накладывать запрет на выезд. Ведь запрет на выезд – это некая такая крайняя мера, которая может быть назначена судом в случае, если нет возможности применить какие-то другие меры. Поэтому, если нет имущества, и вы предоставляете соответствующую информацию, справки с госрегистра, с Рео ДРТС, то есть, если имеется факт того, что действительно лицо хочет выехать, вы предоставите какие-то билеты, его заявки, или свидетеля, который об этом скажет, либо какие-то телефонные переговоры, переписки и так далее, в которых он говорит о том, что уезжает, тогда, возможно, суд будет на вашей стороне. Но если этого всего не будет, то, скорее всего, суд вам откажет. У нас с мужем был магазин со стройматериалами. Сейчас в суде я не могу доказать, сколько именно имущества было. Как мне быть? Вы можете в целом, в рамках раздела подать соответствующее ходатайство, в котором и указать о проведении описи, осмотра, выезда по месту такому-то, адресу такому-то, для последующего раздела имущества. Поэтому суд, скорее всего, удовлетворит такое заявление, выдаст соответствующее определение о проведении таких-то действий. И на основании данного определения уже судебные исполнители выйдут на место, опишут, проведут полностью анализ того, что есть, чего нет, заактируют, и передадут такой акт в судебные органы. И в последующем уже в суде вы можете говорить о разделе имущества после проведения оценки такого движимого имущества. О том, что вот это вам, вот это супругу, все должно быть поровну. Подтверждением является акт ПССИ, к примеру. Я думаю, что мой совет вам поможет, и суд, надеюсь, удовлетворит ваше ходатайство. С вами был я, Рустам Вдруфа, в программе «Человек и право». Пишите ваши вопросы к нам на электронную почту, которую видите на ваших голубых экранах, и мы обязательно ответим на все из них в последующем.